ну если говорить о благотворительности почему этим люди занимаются наверное совершенно элементарно естественной потребности то есть на определенном этапе ну например вот жизненным могу сказать про себя то есть когда мы достигли какой-то популярности там группы да то есть когда реализовались какие-то ну амбиции личные до выяснилось что например наши песни хотят слушать люди которые по тем или иным причинам не могут попасть на концерт да или там купить диск но иметь доступ условно говоря к нашему творчеству ну понимаете для меня вот понятно что всех денег во первых не заработаешь а во вторых то есть если эти песни нужны но значит получается что я сам должен приехать будь то это воинская часть тюрьма больница либо какой-то другой либо детский дом то есть но это тоже одна из форм благотворительности то есть вот такие благотворительные мероприятия до без всякого гонорара то есть мы даже сами свои деньги там тратим куда-то едем везем с собой кучу аппаратуры и делаем такой концерт понимаете потому что где-то внутри вот такой вопрос что денег не заработаешь да но надо делать какие-то вещи которые действительно реально ну социально важны потому что если люди действительно хотят эти песни слушать например там находясь в каких местах там где нет этого действительно доступа да ну значит я должен что-то сделать но есть и им это надо значит я должен об этом позаботиться да и какой-то что-то от себя там отнять но привести им свой концерт и свои песни и часто обращаются например детские дома приюты о том что знаете каком положении сейчас там живут например у девчонок нет расчесок например я уж не говорят таких вещах что там какой dvd плеер гитара там на которые могли бы ну ребята там начинать музицировать на осваивать там инструмент просят откупить такие но даже вот я говорю элементарных заколки для волос и расчески даже такие вещи нужны это не столь большие какие-то деньги естественно каждый ведь никто не требует условно говоря сверх его возможностей просто если есть возможность мне кажется шина это но это наверное заложено в человеке да и наверное поэтому мы занимаемся этим но те кому это вообще у кого есть потребность такая вот о том как обезопаситься я честно говоря не знаю потому что я в этом деле профан вот если меня просят услуга я руку подставляют дай денежку я даю как правило я не знаю действительно нуждается человеку этой там в этих 100 рублях там или в 10 рублях там ну кто сколько просит но вопрос такой не возникает потому что если надо надо помочь то у меня лично отношение такое поэтому здесь если есть потребность надо помогать